Продолжение следует... Новая электронная система регистрации проезда начинает действовать в полном объеме на всех городских линиях. До конца года она будет работать параллельно с нынешней системой бумажных талончиков, а ИД-билеты просуществуют до конца марта 2013, чтобы потом окончательно уступить свое место пластиковой карте зеленого цвета. Как работает новая бесконтактная система на самом деле понятна на интуитивном уровне. Но вопросы остаются лишь в отношении того, как и где можно получить новую карточку, и для кого она обязательно, а для кого нет. Мы очень надеемся, что у всех будут эти карточки, поскольку это для информации о пользовании общественного транспорта, то есть городу легче развивать общественный транспорт, если мы будем знать, где, в каком направлении, когда люди используют общественного транспорта. Но, конечно, никому не надо волноваться, пенсионеров старше 65 лет, эти карточки необязательные, но, конечно, как я сказал, мы будем рады, если они будут этими пользоваться. И, конечно, для тех людей, для тайлинцев, которые хотят с начала следующего года использоваться бесплатным общественным транспортом, тем эти карточки обязательны. С сегодняшнего дня пластиковые билетные карты можно приобрести почти во всех супермаркетах, кроме Римми, в инфозале мэрии, в сети Эркиоск. В этих местах продажи за карту придется уплатить 2 евро, но эта сумма является залогом, и ее можно получить обратно, если сдать карту в торговую точку в течение полугода. Те жители Таллина, кто уже сейчас имеет право на бесплатный проезд в транспорте, инвалиды, ветераны-чернобыльцы, дети-сироты и другие, получат свои карточки в социальных отделах управчастей города. А выдача карточек людям старше 65 лет начнется в октябре. Поскольку вчера было принято решение о бесплатном общественном транспорте с 1 января следующего года в Тайлинне, конечно, сегодня тоже большое изменение, потому что новая билетная система заработала. Но надо будет, конечно, сказать, что у нас есть и другие мероприятия. То есть мы уже летом начинали с новыми полосами для общественного транспорта, чтобы было бы удобнее общественному транспорту. С конца прошлого года у нас идут новые автобусы, до начала следующего года 70 автобусов. То есть, скажем так, это большая работа, и это работа таких многих мер для развития общественного транспорта. Отметим, что с нового года правом бесплатного проезда в общественном транспорте Таллина будут обладать не только все зарегистрированные жители города. Льгота распространится и на всех школьников в возрасте до 19 лет, вне зависимости от места их проживания. Основанием для такой льготы станет ученический билет. А вот жителям других самоуправлений в возрасте старше 19 и моложе 65 придется и дальше платить за проезд, как и сейчас. До нового года проездной талон можно купить у водителя, а с 1 января иногородним пассажирам и туристам тоже нужно будет обзавестись пластиковым билетом. Вся подробная информация о новой электронной системе регистрации проезда отныне имеется во всех столичных автобусах, трамваях и троллейбусах. Этой же теме будет посвящен и специальный раздел Таллинской городской телепередачи «Наша столица», которая выйдет в эфир в воскресенье. Дмитрий Кукушкин, Титкарк, Первый Балтийский канал.